Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гипоксия стимулирует образование новых сосудов, то есть способствует росту и метастазированию опухоли, и развитие гипоксии приводит, конечно же, к опухолевой прогрессии, то есть к повышенному мотогенезу. Ну и из всего этого вытекает и существующая негативная роль аномии для этой категории больных. Тромбозы, можно сказать, случаются реже, но на самом деле по своей сути, по своему влиянию на смертность, в том числе онкологических больных, они, в общем-то, довольно важную роль играют. Кто говорит первую, кто говорит вторую роль, они играют в смертности онкологических больных, но в любом случае это очень существенный вклад в негативные исходы лечения такой категории больных. Часто мы эту проблему на самом деле не замечаем, упускаем из вида и не диагностируем. Ну, если несколько тезисов о тромбозах сказать, то, в общем-то, часто тромбоз случается у больного, у которого еще не диагностирован рак, и, в общем-то, этот больной не учитывается в структуре онкологической летальности. У половины больных мы вообще не диагностируем какие-то субклинические формы тромбозов. После операционный период длительное время является фактором риска развития тромбозов. Больной после диагностической операции уходит домой, получает тяжелые осложнения, а еще не встает на учет по онкологическому заболеванию, тоже не учитывается в структуре смертности. Да, ну вот, по нашим данным, даже три месяца и более после операционный период является важнейшим фактором риска развития тромботических осложнений. Ну и диагностика тромбоза, когда мы уже видим сам тромбоз, конечно же, отражает крайне неадекватное диагностическое мероприятие, уже, к сожалению, часто это поздно становится. И, ну вот, наши данные, например, после операции, через три месяца мы посмотрели, что происходит с такими показателями, как фибриноген РФМК, и мы можем сказать, что только если радикальное устранение опухоли в начальной стадии действительно приводит к снижению риска, то все остальные ситуации, к сожалению, его не только не уменьшают, а даже в некоторых случаях и увеличивают. Поэтому после операционного периода довольно долгое время является очень важным фактором риска. Вот, по нашим рекомендациям Русска, анемия является одним из важнейших факторов риска венозных тромбоэболических осложнений, что на самом деле удивительно, потому что мы считаем, что анемия – это важнейший фактор риска кровотечения. Ну вот такая ситуация есть на самом деле. Ну и давайте немножко про патогенез, почему же эти два события не связаны при злокачественных опухолях. Ну мы понимаем, что опухоль вырабатывает некие системные цитокины, которые через факторы индустерной гипоксии подавляют кровотворение, снижают активность эритропоеза, само по себе воспаление и депрессия кровотворения приводят к повышению гипцидина, что приводит к нарушению обмена железа. Поэтому вот эти два процесса, параллельно происходящих, то есть нарушение кровотворения и нарушение метаболизма железа, приводят к развитию анемии хронической болезни. Через факторы индустерной гипоксии мы получаем еще активизацию неоангиогенеза, то есть активацию повреждения эндотелия, что с одной стороны приводит к кровотечениям и тромбоцитозу, с другой стороны приводит к гиперкоагуляции и активации тромбоцитов, что вот по всем этим механизмам приводит к развитию тромбоза. То есть я хотел бы сказать, что роль опухоли как раз и суть опухоли, и влияние системной опухоли на организм, и закономерно приводит к развитию двух этих событий, которые протекают параллельно. Ну вот, то есть если резюмирую то, что я сказал, то мы видим, что опухоль приводит к развитию неоангиогенеза, развитию анемии хронической болезни и развитию тромбоза. Мало того, если мы видим анемию и тромбоз, это на самом деле говорит о том, что влияние опухоли системной энергии резко усиливается, то есть что говорит о прогрессии опухоли. Если взять одно из крупных исследований, где было изучено 63,5 тысячи пациентов с венозной тромбоэмболией, то четверти в дальнейшем нашли локачественную опухоль, и у третьей нашли аномию. И процесс сочетания венозной тромбоэмболии с локачественной опухолью аномии довольно частое событие, поэтому, конечно, надо понимать, что эти процессы точно имеют какую-то взаимосвязь. Аномия – это частное событие. Мы видим, что вне зависимости от локализации, от риска кровотечения, от гистологического типа опухоли, частота аномии приблизительно одинакова при разных злокачественных заболеваниях и составляет 50, даже иногда 80% от всех больных. Тромбозы встречаются, с одной стороны, я сказал, несколько реже, хотя при системных опухолевых заболеваниях гематологических они, в общем-то, имеют практически такую же частоту. Но, на самом деле, я бы уже сказал, что это не так, мы часто недооцениваем, недодиагностируем многие процессы, которые приводят к тромбозам. Ну, теперь о патогенезе аномии. Все-таки мы понимаем, что многие раки дебютируют с кровотечения, при хирургическом вмешательстве часто больного развивается кровотечение, поэтому, конечно, кровотечение – это один из патогенетических механизмов развития аномии. На мой взгляд, важнейшим является все-таки хроническое воспаление. Я уже писал, оно проявляется двумя путями, которые приводят к развитию аномии. Первое – нарушается продукция эритроцитов, то есть снижается продукция эритропоэтина. Второе – нарушается обмен железа, то есть нарушается метаболизм железа, нарушается его выход в кровь в связи с высоким уровнем гипоцидии. Развивается железодефицитный эритропоэст. Ну и все те мероприятия, которые мы проводим для лечения знаковичной опухоли, самые по себе подавляют, конечно, работу костного мозга. Ну вот наши данные – рак тела матки. В дебюте заболевания 83% имели кровенистые выделения или маточные кровотечения, и в дебюте заболевания частота аномии составила 36%. При злокачественных опухоли яичников и рака вульве практически не встречается кровотечение в дебюте заболевания, а частота аномии более чем у половины больных. То есть я хотел бы сказать, что популяционно роль кровотечения в развитии аномии в онкологических больных, она не такая существенная, как мы на самом деле думаем. Что касается эритропоэтина, вот мы видим ромбики светлые, это количество эритропоэтина при железодефицитной аномии. То есть чем тяжелее аномия, тем в логарифмической прогрессии вырастает секреция эритропоэтина. То есть норма его где-то 10, то при тяжелой аномии до 1000 он может подниматься. А вот что касается эритропоэтина при злокачественных опухолях. Чем меньше уровень эритропоэтина, тем тяжелее аномия у онкологического больного. То есть мы понимаем, что это чистая эритропоэтина зависимая аномия, то есть типичная аномия хронической болезни. Вот мы сравнили аномию у гинекологических больных и у онкогинекологических больных. И мы видим, что они на самом деле принципиально не отличаются по основным критериям аномии и обмена железа. Они гипохромные микроцитарные, не тяжелые, с низким ферритином сыворотки. Естественно, такие аномии называют железодефицитными и начинают лечить препаратами железа. Так вот, если есть активная опухоль, то, к сожалению, такая аномия не поддается лечению, а только прогрессирует. И почему? А потому что мы обнаружили при их обследовании высокие маркеры воспаления. Особенно уровень гипцидина до 5 норм доходил у таких больных. То есть понятно, что нарушение железа, метаболизма железа происходит. Оно влияет на развитие как раз гипохромных микроцитарных аномий. Но при этом использование в монотерапии препаратов железа малоэффективно. Почему аномия является негативным прогностическим фактором? Я не буду перечитать все статьи, их огромное количество. Я просто хотя бы красно выделал строку, что действительно это очень существенный фактор прогноза у любого онкологического больного. Ну вот смотрите, что происходит на самом деле. При раке шейки матки у нас около 450 больных уже изучено. Что происходит с гемоглобином при росте стадии рака? Чем тяжелее рак, тем достоверно снижается концентрация гемоглобина. То же самое происходит с объемом эритроцитов. То есть мы понимаем, что процесс нарушения кроветворения и процесс обмена железа – это два параллельных процесса. И та же самая достоверность прослеживается при росте стадии рака. То же самое происходит с скоростью оседания эритроцитов. Рак тела матки уже больше 10 лет назад опубликовано. То же самое. При росте рака тела матки прогрессирует анемия, снижается количество эритроцитов, снижается содержание гемоглобиновой эритроциты. То есть, опять же, и нарушение эритропоезы, и нарушение обмена железа – это два параллельных процесса, строго калинирующих с стадией злокачественной опухоли. Действительно, мы все знаем много работ, которые говорят о том, что анемия при любом раке является крайне негативным фактором, и действительно, продолжительность жизни резко сокращается вне зависимости от типа опухоли, локализации опухоли и так далее. Что происходит с системой свертывания крови? Вот мы видим, на самом деле, рост количества тромбоцитов при росте стадии рака. Те же самые больные – рак шейки матки. Посмотрите, что происходит с фибриногеном при росте стадии рака шейки матки и росте растворимых фибриноманомерных комплексов. То есть, мы говорим о том, что рост стадии рака приводит к усугублению процессов нарушения обмена железа, нарушению кроветворения, развитию анемии и активации системы свертывания крови. То есть, процесс сформирования анемии и тромбообразования – это два параллельных процесса, которые отражают системное воздействие рака на организм. Вот наша табличка Эксель. Мы посмотрели, вот подчеркнул я показатели гемоглобина, и семь наиболее зависимых от стадии рака факторов. И мы видим, что чем тяжелее анемия, тем выше фибриноген и дедимер с высокой степенью достоверной. То есть, процесс и роста субстрата свертывания, процесс тромбообразования резко увеличивается у больных с анемией. Поэтому, когда мы говорим, что мы, используя препараты эритропоэтина, получаем осложнение в виде тромбозов, используем трансфузию эритроцитарной массы, получаем осложнение в виде тромбозов, эти осложнения связаны не с тем, что эти методы лечения агрессивно увеличивают свертывание, потому что мы работаем с теми больными, у которых уже процесс тромбообразования крайне агрессивно запущен и активизирован. То же самое можно сказать об использовании эритропоэтина и оценке его как прогрессия опухоли. На самом деле, мы говорим о том, что если мы лечим от больного с анемией, мы всегда имеем в виду больного уже с наличием метастазов. Ну и об этом тоже несколько слов я хотел бы сказать. Вот эти семь факторов, которые наибольшей достоверность связаны со стадией рака, какие-то из них увеличиваются, какие-то уменьшаются. Красным я показал эритроидные маркеры, черным я показал маркеры гемостаза. По нашим данным, больные с раком шейки матки, которые приходят к онкогинекологу Мисту Герцена, при клиническом обследовании, инструментальном обследовании, им устанавливается определенная стадия рака, отправляются на хирургическое лечение, хирургическую диагностику. И вот после хирургического вмешательства, более чем у половины больных меняется стадия рака шейки матки. В том числе, у 30% обнаруживаются метастазы, которые меня обнаружили ни при КТ, ни при УЗИ, ни при МРТ, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, точность стадирования рака до хирургической операции не превышает 50%. То есть, мы с вами идем, на самом деле, на хирургическое лечение, не понимая объема операции у 50% больных с тем раком, который на самом деле визуализирует. Это один из тех немногих раков, которые можно визуализировать и так далее. Вот мы рассчитали по этим семи показателям с помощью искусственного интеллекта и на языке питон специальную формулу, которая при подсчете, при введении вот этих семи показателей показывает нам достоверность наличия метастазов в 99% случаев, в отличие от классических инструментальных методов. Вот с Андреем Каприном в 2021 году мы патент на эту формулу получили. Таким образом, сейчас у нас больной может прийти на прием к онкогинекологу, вот такой у нас программка есть. Мы, смотрите, мы забиваем семь этих маркеров в программу. Программы нам выдают предполагаемую стадию рака, больной получает этот бланк. И с этим бланком он может идти на хирургическое лечение стандартно. А потом мы сравниваем показатели, которые были на этом бланке до хирургического лечения и после. И у нас пока расхождения не было. И тоже на этой программе у нас есть патент. Ну и теперь несколько слов о том, что действительно лечить-то анамии надо. В этом сомнении нет. И как ее лечить? Вот все-таки два основных механизма развития анемии. Это нарушение эритропоэза и нарушение обмена железа. Нарушение эритропоэза приводит к снижению количества эритроцитов. Нарушение обмена железа приводит к снижению размеров эритроцитов. Разводится гипохромная микроцитарная анемия. Как мы можем скорректировать снижение количества эритроцитов? Двумя способами. Медитрансфузию эритроцитарной массы или использование препаратов эритропоэтина. От чего зависит принятие решения? которые имеет пациент. От чего зависит приятие решения, как лечить нарушение обмена железа. Если дефицит железа выявляется, то мы назначаем препараты железа. Если мы видим депонирование железа, то есть нарушение обмена железа, то препараты эритропоэтина активируют кроветворение и улучшают метаболизм железа. Лечение зависит от показателей ферритина сыворотки и эффективности предыдущей терапии препаратами эритропоэтина. Низкий ферритин, назначаем препараты железа сразу, высокий ферритин, назначаем монотерапию препаратами эритропоэтина. Таким образом, как определяется дефицит железа? Все-таки вот эти показатели я всегда прошу учитывать коллег, потому что они всегда отражают железодефицит на эритропоэз. Не зависит от того, какой ферритин сыворотки есть и какая потребность в железе у этого больного существует. Если мы такую аномию видим, это показания для исследования ферритина сыворотки. Ферритин сыворотки низкий, значит нужно добавлять препараты железа. Какие препараты железа? Да, в онкологии приняты, конечно, использованы внутривенных препаратов железа. Опять же, по той причине, что высокий гипцидин нарушает всасывание железа. И все пероральные препараты приводят к большому, конечно, побочных эффектов и практически не имеют никакой эффективности. Ну, такая табличка есть, где мы можем, в принципе, сопоставить коэффициент насыщения трансферина железом и ферритин сыворотки. И принять решение о необходимости введения препаратов железа. Но, в общем-то, последняя рекомендация СМО говорит о том, что уж если мы лечим препаратами железа внутривенными, лучше использовать новые препараты железа, где можно однократно ввести тысячу миллиграмм железа. И это нужно делать не в дни введения химиотерапии. Если мы будем вводить по 100 миллиграмм железа, причем отдельно на это выделять какие-то дни, когда больному не проводится основное лечение, то это резко удлинит госпитализацию, удорожает лечение и, в общем-то, приведет к резкому ухудшению качества жизни. Если мы говорим об абсолютном дефиците железа, то нам понятно, что мы больше тысячи миллиграмм должны вводить железо. То есть это лечение тоже не за одну инфузию должно проводиться. Эритропоэтины – хорошие препараты. В общем, на самом деле, много иллюзий по поводу них есть. Я уже сказал, что использование эритропоэтинов и связь с прогрессией опухоли под большим сомнением, потому что мы видим, что аномия – это признак, прежде всего, метастазов, которые, тем более, что мы не можем часто определить инструментальными методами. И аномия у больных за качественным опухолем – это коррелирует всегда с тяжелыми нарушениями гемостаза. Поэтому пенять на тромботические осложнения тоже не надо только по причине именно непосредственно использования эритропоэтины. Это, скорее, событие, которое ожидает любого больного с аномией и активным раком, если мы не примем решение и не будем проводить более интенсивную профилактику, о чем я тоже немножко пару слов скажу. Эритропоэтины работают у 60-70%, в принципе, они повышают качество жизни, они ведут только к увеличению выживаемости. Но, естественно, основная наша задача – это предотвратить трансфузии, поэтому использовать альтернативные методики – это рекомендация ВОЗ, и действительно, эритропоэтины позволяют сократить количество трансфузий. Поэтому, в общем-то, на мой взгляд, это одни позитивные моменты для того, чтобы принять решение в пользу использования эритропоэтинов. Ну вот, мы часть больных полечили эритропоэтином, часть не трогали, и видим, что гемоглобин так растет в себе не очень сильно, количество больных с симптомами аномии действительно уменьшается, но единственный достоверный фактор – это снижение трансфузий. Поэтому по всем параметрам эритропоэтин – хороший препарат, и его, в общем, надо использовать в этой категории больных. Какие эритропоэтины использовать? Есть у нас 4 группы эритропоэтинов. Наиболее безопасный – это эритропоэтин альфа, потому что его можно вводить максимальные дозы, до 12 международных единиц 3 раза в неделю, или 40 тысяч международных единиц 1 раз в неделю. Я бы хотел представить отечественные производители «Ральфон». Это все этапы производства сосредоточены в России, вплоть до бактериального субстрата, из которого изготовляется, из которого производят саму молекулу. И здесь существуют две оригинальные дозировки – 12 тысяч и 36 тысяч, которые полностью соответствуют критериям назначения почти 150-450 микрограмм на килограмм, которые используются 3 раза в неделю и 1 раз в неделю. Почему такие дозировки? Потому что средний вес онкологического больного России – 75-85 килограмм, что полностью определяет вот эту необходимость использования таких доз. Они есть только у отечественного производителя. Еще хороший момент, что объем шприца всего 0,3 миллилитра, когда другие конкуренты имеют один кубик. То есть если мы многократно, длительно вводим этот препарат, это позволяет улучшить качество жизни, не испытывать болевых ощущений и так далее. Ну и шприц имеет защитный колпачок, он срабатывает при его использовании, медицинский персонал ни в коем образом не может повредить себя и заразиться от больного, с которым проводят инъекцию. Ну и тяжесть аномии, конечно, мы все знаем эти классификации. Если есть выраженная аномия, есть симптомы аномии, надо принимать решение, конечно, в сторону трансфузии эритроцитарной массы. Ну и показания трансфузии эритроцитарной массы. Я сторонник того, чтобы все-таки не ориентироваться на гемоглобин, а ориентироваться на необходимость быстрого подъема гемоглобина и симптомы аномии, которые не купируются другими способами. Несколько слов еще о вариантах рака. Если есть железистый компонент в раке, вот мы посмотрели, это крайне важно, крайне серьезно меняет показатели фибриногена, в отличие от плоскоклеточного рака, крайне серьезно повышает РФМК, и, мало того, даже вызывает гиперкоагуляционный синдром у прижелезистого плоскоклеточного рака. Поэтому, на самом деле, есть еще некие изменения в подходе к профилактике венозной тромбоэмболии в онкологических больных. Мы тоже получили патент с Адритмич Каприным, по-моему, в 2016 году. И мы показали, что, в общем-то, если мы имеем дело в начальной стадии рака, и он плоскоклеточный, то можно использовать стандартные дозы, рекомендованные в инструкции. Если у больных в продвинутой стадии рака есть железистый компонент, то доза низкомолекулярного гепарина должна быть выше, как минимум в полтора раза, иногда даже практически достигать лечебной. Тогда удается скорректировать те изменения системы свертывания, которые мы видим при прогрессии рака. Ну и последние несколько слайдов. Значит, теперь мы говорим о том, что, в общем-то, опухоль и аномия, и тромбоз – это полностью взаимосвязанная триада, и наличие аномии и тромбоза говорит о прогрессии опухоли. То есть мой стезис такой, коллеги, если мы видим больного с аномией и больного, у которого случился тромбоз, это позволяет нам говорить о том, что у этого больного имеет место продвинутая стадия рака, и этого больного нужно лечить более агрессивно, не оттягивать курсы терапии, не откладывать их, да, и отправлять на коррекцию аномии, а наоборот стараться более агрессивно корректировать аномию и более агрессивно проводить терапию, потому что этот больной имеет другую стадию рака и другую гистологическую, ну, так сказать, суть онкологического процесса. Поэтому аномия равно метастаза, равно прогрессии, резидентности терапии. Аномия – это высокий риск тромбозов, то есть более агрессивная профилактика венозной тромбоэмболии. И снижение вызываемости и рост осложнений связано с самой аномией, а не с ее лечением, о чем говорят многие-многие наши коллеги. Спасибо большое за внимание. Я, по-моему, уложился. Жду вопросов. Николай Игоревич, спасибо большое за столь полезный доклад. По крайней мере, мне как хирургу было очень интересно. И я для себя подчеркнул много новой информации. Есть вопросы с чата. Елена Шефер спрашивает. Во-первых, благодарит вас за интересный доклад. Очень информативно. Подскажите, пожалуйста, какие вводные данные были для определения прогноза согласно представленной формулой с использованием ИИ? Я так полагаю, ИИ – это искусственный интеллект. Да. Значит, мы, на самом деле, это проводили исследования ретроспективно. То есть вот эти 450 больных, которые приняли участие в исследовании, вначале мы их, конечно, хирургически стадировали, как положено, а потом ретроспективно уже определяли эти показатели и рассчитывали как раз вот эти коэффициенты корреляции со стадией рака и получили вот такую формулу. Сейчас мы ее используем уже в проспективном исследовании. Пока не опираемся на нее как на однозначную, правильную. Мы сравниваем то, что мы имеем с хирургической стадированием и с вот этим показателем, которым мы рассчитываем. Пока у нас полное совпадение. То есть мы говорим о том, что, конечно, проспективного исследования не было, а ретроспективно эта формула была составлена.